На прошлой неделе предприятие жилищно-коммунального хозяйства начало информировать жителей многоквартирных домов о необходимости перенять права управления домом. Это необходимо, чтобы владельцы квартиры в дальнейшем могли сами решать, какие работы проводить в доме и каков будет источник их финансирования. В неперенятых жилых домах со следующего года может измениться плата за управление и обслуживание, и в некоторых случаях она может значительно отличаться от нынешней. То, что квартиры и владельцы должны перенять права на управление своих домов, не является инициативой самоуправления или обслуживающей организации, и это требование закона о приватизации государственных и муниципальных жилых домов, вступившего в силу еще в 1995 году. Тем не менее, процедура перенятия до сих пор не оформлена в 500 из почти 800 домов, находящихся на обслуживании КЖКХ. Мы получили очередное письмо, предписание от госконтроля с напоминанием о том, что не доведен до конца, логического конца, требование закона о приватизации, который гласит, что приватизируя квартиру, жители обязаны перенять права правления. Четко и гласил это в 1996 или 1994 году закон об этих полномочиях. Своей со стороны ДЗКСУ неоднократно созывало собрание с предложением, перенимайте права правления, надо так и так, потому что это требует закон. Но неактивность жителей, к сожалению, есть в плане этого. И на сегодняшний момент мы, беря во внимание последнее письмо, полученное от госконтроля, разослали всем домам, где не переняты права правления. Прошение, что давайте выполним до конца этот вопрос, перенимем права правления и будем полноценными собственниками своего дома. КЖКХ ежегодно проводит техническое обследование и визуальную проверку домов, на основании которых определяет, какие именно работы по ремонту и содержанию необходимы в каждом здании. На данный момент проведение таких работ и источник их финансирования согласовывается с жителями. Со следующего года ситуация изменится. Возможность отказаться от предложенных работ по ремонту, восстановлению или перестройке жилого дома, а также принять решение о порядке и способах оплаты, будет только у домов, перенявших права управления. Это не накладывает никаких дополнительных обязательств, но позволяет самостоятельно решать хозяйственные вопросы и претендовать на софинансирование Думы и государственной программы АЛТУМ. В свою очередь для домов, которые не переимут право управления, плату за управление и обслуживание с 1 января 2022 года будут начислять согласно правилам Кабинета министров номер 408, согласно которым в случае, если ПЖКХ во время обследования констатирует существенные повреждения в конструктивных элементах или инженерных коммуникациях, предприятие вынуждено будет включить расходы на ремонт в тариф по обслуживанию. К тому же, плату за проведенные работы жителям придется производить в полном объеме, без возможности привлечения софинансирования. Для покрытия расходов ПЖКХ будет иметь право использовать также средства из накопительного фонда Дома. Тариф на обслуживание 2022 года будет опубликован на домашней странице ПЖКХ с 15 октября этого года, согласно правилам Кабинета министров. Однако, жители призывают изучить вопрос и начать процедуру перенятия своевременно. Надо понимать уже на сегодняшний день, какое состояние дома. Это не секрет никакому собственнику. Это информация. Есть домоуправление и можно заранее с ней ознакомиться, для того, чтобы принять решение. Не ждать 15 октября. Конечно, будет понятно, что самые главные вопросы это капремонт кровли, например, усиление основов дома. Вот что самое дорогое, самое тяжелое. Есть такое понятие «майя слета», с которым может ознакомиться любой собственник, прийти. У нас большие папки в этом есть на каждый дом. И плюс, конечно, можно звонить в домоуправление, который за это отвечает. Там мастера. У каждого дома есть свой мастер. Их мастер определенного дома объяснит, в каком состоянии, что надо, что было бы приоритетом. Ведь может быть большой спектр необходимых работ, и мастер может объяснить, что является приоритетом, а что можно чуть-чуть подождать. Для принятия решения о передаче прав управления необходимо провести собрание или опрос собственника в квартир и получить 50% плюс один голос квартиры владельцев, поддержку решения и подписать договор полномочий управления домом. Инициировать собрание опрос имеет право любой собственник квартир или управляющий домом. Специалисты предприятия предоставят всю необходимую информацию для организации собрания или опроса. Получить полную информацию о том, какова ситуация именно в вашем доме, как организовать опрос жителей, а также ответы на все остальные вопросы, связанные с принятием прав управления домом, можно у специалистов по ЖКХ по телефону. Вся необходимая информация также опубликована на домашней странице по ЖКХ. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугуповской городской думы.